Ребят, всем привет, с вами Макс, канал Red Group В принципе, все как обычно Мы сегодня начинаем, точнее продолжаем верстку нашего проекта адвокатского сайта Вот так выглядит макет, напомню вам Сейчас быстренько приблизим Вот так выглядит макет, но в прошлом видео мы сверстали шапочку Сейчас будем делать все остальное Максимально сколько успеем, столько и сделаем Вот, минимальная задача, скажем так это сделать все-таки вот этот блок сайт бары, да, вот эти, и тут уже дальше посмотрим по ситуации, как по времени будет выходить Не знаю, успеем всю страницу, будет круто, но не успеем, не будет, тут по времени уже будем смотреть Напомню, что все картинки мы уже экспортировали в папку image в предыдущем выпуске, и это нам влечило гораздо очень сильно работу Сейчас мы запускаем индекс HTML, делаем раздвоение экрана, запускаем здесь sas, main sas Так У нас здесь 100 строк прописано всего лишь, так, и здесь я немножко пододвигаю, чтобы sas был поменьше, потому что все-таки это не основное Значит, здесь контент идет у нас хедер и так, а почему мы обернули в контент, я просто вот не помню А, угу, угу, то есть контент у нас, да, все, вспомнили почему контент обернули и это, в принципе, логичное решение Так, хедер Смотрите, запускаем sas, компиляцию, watch sas идет у нас компиляция, все хорошо Теперь запускаем go live, то есть запускаем localhost Вот, запустили Это, это очень хорошо Теперь, что мы видим Что мы видим, так, запись идет Да, запись идет, погнали Так, нам нужно сделать, начнем, наверное, с этой с менюшки, да, это все очень просто достаточно, я попытаюсь рассказывать, что я делал, но в целом, ребят эти уроки не обучающие они просто показывают процесс разработки сайта, и если вам интересно то вы смотрите, если вы находите всякие-то крутые моменты, реально там, допустим во, чувак использует sas, а я использовал sas почему бы это не использовать в своем проекте, выберите отсюда только то, что вам реально нужно То есть не нужно смотреть на эти уроки, на эти видео как на обучающие видео, это не обучающие видео потому что я не предоставляю никаких там ресурсов ну, я имею в виду, никаких там исходников не предоставляю и, ну, вы не можете повторить то, что я верстаю то есть по тому же макету Вот, но вы можете взять отсюда крутые фишки всякие там, типа переменные в sas, да, допустим, очень удобно или там транзишн, анимация и так далее вы можете взять и использовать у себя в проекте это вот очень круто и очень важно то есть вы можете увидеть, как человек, у которого 7-летний опыт за плечами, как бы, да, как он это делает и вы сможете у себя так же это сделать Так, навигация NAF-NAF тут не будем слишком умными в котором идет UL с классом, ну, топ да, то есть тут ничего не меняется ли ссылочка на сколько? 5 штучек 3, 4, 5 5 штучек, в каждом внутри А то есть это, ну, ли это список элементы списка и внутри А это ссылки чтобы они были кликабельными и рабочими, собственно это мы разворачиваем теперь здесь здесь везде пишем решеточки это очень важно и здесь правовое исследование давайте отсюда текст копируем, чтобы не тратить особо время итак, правовое исследование здесь очень важно сделать это все полезное очень важно это все сделать text transform uppercase полезно, поэтому мы сделаем одну букву большую чтобы не забыть про это а то очень часто это все мы забываем и не указываем потом приходится все дорабатывать и корректировать так, поэтому переходим дальше у нас здесь идут контакты у нас дальше у нас идут здесь контакты и в принципе все небольшие точки у нас есть которые мы сделаем чуть попозже но это не составит проблем это просто будет у нас псевдоэлемент допустим тот же автор и который нам позволит это сделать здесь мы видим, знаете, что то есть, смотрите если я сейчас здесь увижу border radius, да, он здесь есть то возможно имеет смысл сделать все-таки вот этот вот отступ, который идет у нас по кругу возможно его стоит все-таки сделать по 20 пикселей давайте мы его на нас сделаем потому что так будет смотреться гораздо мне кажется, круче вот, поэтому ищем body и пишем просто padding 20 пикселей то есть padding 20 пикселей сделали, окей, это работает история все, то есть padding готов здесь мы сейчас видим, что у нас border radius нету или мы его не прописали или его здесь в макетах тоже его нету давайте сейчас посмотрим а, он есть, смотрите, мы забыли его прописать border radius здесь непонятно сколько, да а, понятно, 2 пикселя, да 2 пикселя, вот это очень важный момент так, это идет не сюда, это идет в header как раз таки и здесь мы пишем border border radius 2 пикселя и что очень важно, я предлагаю вам сделать overflow hidden чтобы scroll нам все равно здесь не понадобится а overflow hidden нужен для того, чтобы даже если какие-то там псевдоэлементы выходят за рамки чтобы все равно шло округление блока значит, мы здесь сделали, давайте сейчас приблизим и увидим у нас приблизим, что-нибудь поменялось почему-то ничего не поменялось хотя мы сделали border radius 2 пикселя а почему не поменялось 2 пикселя border radius ну окей, давайте отблизим я ж мне кажется, там реально его нет то есть вот так я уже вижу border radius и пятерку вижу, да, а двойку это прям очень мало давайте пятерку сделаем, пятерку, чтобы это было уже как-то хотя бы видимо так, и я не понял, почему у нас отступ, видите, внизу это происходит по той простой причине что у нас немного, смотрите сейчас объясню, нужно уменьшить немножко паддинг и тогда у нас все восстановится как мы видим, вот так, да вот, как я это понял, то есть если мы сейчас наведем мы видим внизу вот эту вот полоску и если мы, допустим, делаем больше видим, у нас появляется дополнительная зелененькая полосочка ее не должно быть, поэтому делаем это все вот так вот border radius так, здесь почему-то больше ну, в принципе, или это мне уже кажется на самом деле на самом деле, возможно, мне просто кажется так, там, да, 2 да, я думаю, на этом все, на этом все какие-то box shadow нет у нас здесь, да, в принципе, не надо так, пятерочка 54, а там сколько я написал? 51 51 пиксель, это очень важно окей, менюшку сделали в принципе, описывать сейчас ее сразу давайте сразу, наверное, напишем, да, чтобы не тянуть время, скажем так да, nav просто, в принципе, ничего здесь сложного нету сразу откроем, чтобы здесь видеть, так, где-то открыл немного чтобы сразу видеть все изменения, скажем так сейчас идет nav тут, опять же, border radius ну, его здесь нет, насколько я вижу, да а, хотя он везде есть, да, то есть да, то есть видите, везде есть, плюс везде есть этот border вот еще и background, поэтому здесь очень важно его прописать смотрите, я что думаю по этому поводу может быть, задать отдельный класс, который будет просто то есть разукрашивать будет вот эту вот штучку в этот бархатистый фон отдельный, допустим, класс, который это будет делать что если так сделать? допустим, класс у нас будет называться, не знаю, бархат я не знаю, почему бархат, но мне кажется, что это бархат но это не бархат, но он как-то по-другому называется окей, пусть будет бархат BG, то есть просто, да И тот элемент, которым задается текущий класс, он будет background, color. Смотрите. Очень важный момент. Давайте просто возьмем отсюда, чтобы я еще раз не мозговал, не думал. У нас как идет. То есть ширина, высота и... Так, frame. Нет, frame это не то. Подождите, а там как идет? Просто background что ли накладывается в bg header? Ну, блин, если просто background, давайте зададим. Так, здесь нужно очень важного написать slash, хотел сказать splash. Так, background image, background repeat, no repeat, и... Так, no repeat. Background position, ну то есть тут центр, да, очень, наверное, важно, но возможно и не важно, да. Давайте зададим сейчас этот класс сразу для теста вот сюда, бархат. И посмотрим, как он себя отображает. То есть в принципе, в принципе, все окей. То есть он уже себя неплохо отображает. То есть, наверное, если что-то потом добавим по дороге, то уже это будет по дороге. Сейчас пока что не будем там все равно внимания. Далее. У нас идет важно очень... Barhat bg. Добавлять ли ему border radius, я не думаю, потому что это немножко разная история. И border radius. Блин, я вот думаю, что в отдельные перемены вынести, потому что, ну, чтобы если что, мог в одном месте поменять. Давайте в отдельные перемены здесь просто сделаем ra. То есть это у нас radius. Вот так просто сделаем. И так. Что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что. Лайм ему не нравится. Ну это понятно, да. То есть мы сделаем просто radius. radius. И ему не нравится, потому что там вверху radius. Блин, слишком длинная, мне кажется. Да. Давайте просто R. Dollar R. И нам нужно открыть var.css. И здесь задать R. Двоеточие. Это у нас 5 пикселей. Вот так мы сделаем. И вот так сохраним. И все у нас компилиться хорошо и нормально. Так. Border radius окей. Отступы. Отступы внутри у нас по 20 пикселей. Получается padding 20 пикселей. И вверх-вниз 20. По бокам у нас нет никаких отступов. Единственное, что нужно центрировать посередине. Но мы это сейчас посмотрим, как мы это реализуем. Значит, дальше у нас идет menu top. Ну, можно просто ul. List style type none. Чтобы не было вот этих вот... Сейчас. То есть можно list style none. Я, честно говоря... Блин, list style none. Можно так, можно list style type none. Не знаю. Это, в принципе, одна и та же история. Чтобы этих точек не было, в принципе. Так. List style none. В принципе, наверное, все. Теперь к лишкам обращаемся. Дисплей... Тут, в принципе, стандартно. Все, кто там делают сайты очень давно, они знают эту стратегию. Да. Делаем инлайново-блочным элементом вот эти лишки. Внутри ашки делаем блочными, потому что мы хотим, чтобы... Как бы эффект... Ну, не эффект, скажем так, да, а переход срабатывал при наведении не только чисто на текст, а и на область вокруг текста тоже. Это очень удобно, потому что человек не хочет именно тыкнуть чисто в текст, чтобы перейти на страницу. Он хочет тыкнуть в область, которая рядом, потому что это гораздо комфортнее сделать, нежели... Ну, то есть вы понимаете, да, что если человек сюда кликает, повыше, да, допустим, то ничего не будет происходить. Ну, не совсем пример привел. Допустим, чуть-чуть левее он тыкнул, уже не работает, да, только на текст. Нам это не нужно, поэтому мы делаем дисплей-блог. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Тут я просто думаю, как это лучше сделать. По поводу... Ну, давайте сделаем обычно позицион-релатив. Релатив, да, то есть... Так, релатив. Ну, давай сразу, наверное, сделаем. After. То есть это псевд-элемент. Контент обязательно ноль у нас. Без этого не будет работать ничего, да. Внутри... Да даже не ноль, а можно контент прям туда точку запихнуть. Но я так не буду делать. Можно к всей точке взять символ точки и запихнуть. Ну, мы сделаем более по-грамотному. Viz 4, Heiz 4. Display-блог. Position Absolute. Я предлагаю добавить сниппет для того, чтобы мы потом могли использовать стандартную историю псевд-элемента. Это очень прикольно. Как добавить сниппет? Add that game. Сниппет есть код. Давайте добавим сейчас его сюда. Ctrl-Shift-Command-P, Snippets, OpenUserSnippets. То есть это даже и сайт для генерации. Давайте напишем. Смотрите, я хочу Position Absolute, чтобы был. Top 0 и Left 0. То есть, снатная история. Viz, ну, Viz я бы просто поменял, но сейчас поменяем. Ничего не забыл? Да вроде ничего не забыл. Такой сниппет я бы хотел. Почему не может нормально это все? Почему не может это все нормально сделать? Сейчас мы быстренько Sublime откроем. Вот так. Вот так. Есть код Sublime. Так, Tab Trigger. Наверное, ну, то есть, тут описание это все, все, до Апс. Абсолют, да. Здесь Viz я ставлю пустым. Хочу оставить Ctrl-I, если я хочу задекларировать. То есть, ну, тут поставим по нулю. Там уже будем... Ну, давайте не по нулю, а по 100%, потому что это чаще всего у нас встречается. И там уже поменяем по ходу дела 100%. Tab Trigger, я не знаю, наверное, Апс. Или как, ну, очень сложно, да? Папс. Или... Я не знаю, как... Я, честно говоря, у меня с этим проблемы. Давайте просто... Close, Апс. Close, Апс. Ну, блин. Апс, Апс, Апс. Короче, пусть будет Апса и... Блин. Давайте просто Макс напишем, и все, реально. Макс Апс. Нет, ладно, все, просто Макс. Все, окей, не будем париться. Копи Сниппет. Нет, теперь заходим сюда. Ctrl-Shift-P. Сниппет. Insert Snippet. Боже, а он так работает, что ли? Insert Snippet. Нет, так не будет работать. Угоним, что ли? Snip... Pit. Так. New Global Snippet for File. Нет, global нужен. Файл... А, файл... А, файл... А, файл... Окей. post-apps. Ну, инструкцию ставим, не будем это святое, как бы, да, не будем ее трогать. Здесь непонятно, что происходит. Все, да? Теперь мы, получается, здесь пишем, грубо говоря, мы сделали там все вдалимент. Пишем Max. И все, у нас все работает. Это круто, и это не может не радовать. И давайте такой же Snippet добавим в Sublime, чтобы не отличаться. Snippet. Snippet. Так, а как в Sublime Snippet добавлять, я уже не помню. Я добавлял, просто компьютер потом переустановил, и все, Snippets уехали. Settings, Browser Package. Settings. Это здесь, это здесь, это здесь, где был Snippets, вот. Не, алло, да? Окей, как? Прикольно, кстати, у нас охранит очень сильно, мне кажется, помогает. Ватом даже есть Snippet. Так, add, Snippet, Snippet, Sublime Text. Go to Tools, Developer, New Snippet. Tools, Developer, New Snippet. Окей, да, Snippet. Какой-то уже, кстати, был Snippet, да, интересно. Apps. Field. Apps. Все, теперь... Снеград, я не понимаю, зачем мне нужно. Ну, может, аптриггеры поставить, но... Зачем их ставить? Ну, как бы, такой же, знаете, мелкий момент. Скажем так, теперь мы пишем Max, и все, у нас Snippet раскрывается. Это очень удобно, теперь вы знаете, как это делается. Вот. Может быть, поэтому отдельный урок запишу, не знаю, для людей, которые этим не рисуются, может быть, будет полезно. И эту ссылочку я сохраняю к себе в закладочке. Вот так мы все это сделали, в принципе, за короткое время. Так, погнали. У нас, так, что у нас, 17 минута лишь записывается, очень мало еще. Так, text-transform uppercase. Далее, по размеру у нас функция 16. Так, что-то у нас немножко... Что-то у нас ребята подлагнуло сейчас. Не понял, что произошло, но я думаю, вы все видели. Так, значит, здесь идет, да? Не знаю, что случилось, но окей. Белого цвета, color fff. И text-decoration on, потому что у ссылок изначально идет text-decoration. Так. Окей. Что еще важно? Сделать здесь padding. Во-первых, padding 20. То есть это... Именно сюда пишем. Так, и по бокам, я думаю, по 50, да? По 50 пикселей. Там уже постройка получится. Может, как прям к нему бахнуть, я не знаю. Так, давайте вот сюда сделаем. Это без разницы, в принципе, как это вообще делать. Топ. Здесь очень важно. Топ у нас идет 29. 29 пикселей. Там уже посмотрим, как это получится. И write идет у нас минус. Да, то есть это минус 50 пикселей, грубо говоря. Или, хоть почему минус, если write 0, да, если выбрать padding. Немножко я переборщил. Background color идет у нас акцент. Акцент, акцент. У нас идет золотое. А, gold. Gold. Называется у нас gold. Gold. Акцент у нас все-таки зеленый. Так. Все. Такая штука у нас получилась. Они не круглые. Это уже наш косяк. Border radius. Ну, тут просто сделаем 50 пикселей, допустим. Этого будет достаточно, чтобы они стали круглыми, в принципе. Так. И очень важный аспект. Это эффект при наведении. То есть здесь transition. Transition. All. Точка 4s. И при наведении у нас получается color gold. Так. И расположить посередине нужно все эти итемы. У нас сейчас получается UL-ка вот так. А внутри не так, да. То есть UL-ка, text line center, text line center. Это будет актуально. Так. Text line center. Так. Мышка садится. У меня мышка от Apple, поэтому такие предупреждения. И поэтому она садится, собственно, да. Но это, кстати, вот эта мышка. Вот. Вы сейчас, я думаю, видите, да, как я ее показываю. Да. То есть вот такая мышечка Apple. На самом деле к ней привыкаешь реально. И для винды, в принципе, удобно. Но вам нужно будет купить программку, которая стоит тысяча с чем-то рублей в год. Вот. Вы ее оплачите и позволяет вам пользоваться. Ну, не буду показывать, там лицензионный ключ. То есть выглядит она реально круто и... Ну, то есть не выглядит, а по функционалу реально крутая программа. Там прям много всяких фич интересных. Поэтому, если нужно, Magic Mouse пользуйтесь. Так. Margin Top 20 пикселей еще. Margin Top 20 пикселей. Так. Тут что-то немножко двадцатку перепутал. И, наверное, Bottom тоже нужно сделать. Margin Bottom тоже 20 пикселей. Поэтому мы сделаем вот так. И вот так. Но это уже не обязательно. Что мы получаем? Так. А тут почему-то не выровнялось. А почему не выровнялось? А, потому что мы задали не сюда. Ну, сюда нужно задавать. Вот сюда нужно задавать. Оп. Все, да? То есть здесь работает. Все. Наведение. Все окей. Реагирует. Все хорошо. Здесь не работает. Давайте тоже сделаем. Потому что как-то получается немножко некрасиво. Дизайнер этот момент немножко упустил. Но бывает. Contacts Header. Лого. Contacts Header. Здесь, смотрите. Здесь предлагаю сделать transition. Транзи. transition, да? All.4. Так. Подождите. А я здесь писал что ли это все? Оно же есть trans. Trans. У нас есть перемена trans, которую я использую все время, чтобы каждый раз не прописывать. Так. Trans, 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 transition. Вот тут. Тут тоже пишем trans. Так. И именно у ссылок сделаем мы hover effect. То есть это color gold. Такой прикольный эффект. Все. В принципе здесь ничего сложного нет. Здесь работает. Окей. По макету. В принципе пока что окей. Здесь все сходится. В принципе окей. Идем дальше. Левый сайдбар. Центральная часть и правый сайдбар. Левый сайдбар. Левый сайдбар. Что у нас здесь по функциональности значит? Левый сайдбар. У нас тут категории. Которые ходят для доверителей. Ну для доверителей делать не будем. Потому что заказчик попросил немножко сделать это иначе. Просто сейчас сделаем категории. И там нужно будет добавить просто одну плашку. Вот сюда вот. Такую же. Поэтому сделаем пока что вот так. Так. Категории, категории. Так. Контент это понятно. У нас идет этот. И теперь мы делаем наверное. Давно кстати не делал вот такие вот всякие штучки. В плане сайдбарами. Уже прям реально. Прям сейчас подумал. Сполнил прям эту табличную верстку. Если кто есть олдскульщики. Можете в чатике. Не в чатике извиняюсь. А в комментах написать. Кстати ребят. Когда набирается тысяча подписчиков. Еще раз повторяю. Мы с вами стартуем прямой эфир. И будет куча разных прямых эфиров. Крутых. Не обещаю что они будут каждый день. Потому что я человек который любит путешествовать. Я человек который любит. В принципе. Заниматься другими делами. Скажем так. Если вам интересно реально смотреть за мной. И следить вообще за нашим каналом Red Group. Поэтому обязательно поддерживайте нас. Рассказывайте друзьям. И когда у нас будет тысяча подписчиков. Я с вами могу разговаривать с чатиками. Кидаю одновременно там верстать сайт какой-нибудь. Отвечать на ваши вопросы. Либо там. Будет. Проведем какой-нибудь эфир. Где вы будете скидать свои верстки. Я буду их оценивать. И говорить что так что не так. То есть у меня большой багаж знаний. У меня 7 летний опыт. Поэтому я думаю я вам буду полезен. И в принципе это того реально стоит. Поэтому тысяча подписчиков. И мы запускаем эфир. Так. Категория. 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 Значит здесь что делаем. Ну просто трио. Трио. Так прямо назовем трио. В котором у нас есть сайт бар. Сайт бар. Лэф. Плюс центр. Не знаю. Центр бар. Пусть будет. Какие хотите на самом деле. Можете придумывать. Вот классы. То есть это уже на ваш взгляд. Но главное что разработчик. Который потом. Взял сайт. Взял верст. Куда понимал ваш код. Так. Пока что это раскроем. И посмотрим что получается. Сайт бар. Лэф. Здесь категория идет. То есть идет у нас один. Одна история. И все в принципе. Так. Что это у нас будет. Что это у нас будет. Это у нас будет. Ребята я даже не знаю. Что это будет. Что-то я прям подвис немного. Левый сайт бар. В нем уже будут эти вот боксы. Ну не знаю. Не боксы как. Пусть будет бокс. Типа. Ну окей. Я хочу назвать бокс. Пусть будет бокс. Внутри бокса будет. Или просто типа. Категория. Просто категория. Да будет. В котором будет у нас заголовок. Это спан. Ну просто хочу взять спан. И плюс. Или давайте диф. С классом хейдинг. И плюс менюшка. То есть это. UL. Li. И А. Ссылок у нас будет. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять ссылочек у нас будет. Так. Хейдинг у нас идет. Категории. Далее. Здесь все идет вниз. Вот таким образом. И здесь уже уголовные дела. Дальше подзаполним немного. Семейные дела. Так. Личные дела. Здесь опять же ввожу текст трансформ апперкейс. Поэтому я здесь делаю вот так. Чтобы опять не забыть. Уже спать хоть сейчас. Извиняюсь, что зеваю, ребята. У нас все в лаве. Никаких там нарезок и так далее. Так. Собственно, я для вас второй раз сделаю контент. И я думаю, за это вы должны поставить свой царский лайк. Абвокатка ДТП. Исполнительное производство. Иске, жалобы, возражения. Так. В принципе, все, наверное, да? Так. Давайте я сейчас запишу кое-что. Надо записать меня в дела. Пока не забыл. Сейчас, ребята. Буквально секундочку. Так, ребят, записал. У меня почему-то во время разработки приходят бывают какие-то инсайты в голову. И которые нужно записать, чтобы потом реализовать это все. Так. Очень важно, ребят, если вам пришла в голову какая-то мысль, какая-то идея. Сделать какой-то крутой проект. Обязательно берите и делайте. Потому что в это время в мире приходит другому человеку, даже не одному, а нескольким людям, одновременно приходит одна и та же идея в голову. Поэтому тот, кто быстрее все реализовывает, тот и, в принципе, выиграет. Поэтому это тоже устики и не забывайте про это. Так. Центр. Бар делать сейчас или не делать я пока думаю еще. Давайте сделаем этот вот блок, как и договариваться эту штуку. Это у нас, как сказать, это у нас мейн артикл, наверное, да, главная статья, я так понимаю, будет мейн артикл. В которой, соответственно, будет у нас, внутри которой у нас идет опять же разделение. То есть это левая и правая часть, левая и правая часть. Мы же можем сделать просто row, допустим, да, row. Внутри сделать call. Я думаю даже sm. Блин, или даже не sm, даже просто, наверное. Или sm. Не, наверное, sm, да, sm. Ну, 4, да, плюс call sm. Но сейчас 8. Это мы сделали, да? Разворачиваем. Так, разворачиваем. Далее у нас идет, подождите, в мейн артикл, да, здесь все правильно. Колос м4, внутри идет image. Image. Подвес по. Сиф. Тут image. Как она называется у нас? Фото. Блин, да это уже интересно, потому что я все-таки не сохранил, когда мы делали редактирование названий. И у нас сейчас в Adobe другие названия картинок. Так, project, адвокат, имейдж. Только вот так получается. Смотреть картинки. Так, практик. First, вот, фото, хом. Вот так его назвали. Okay, call sm8. Здесь мы возьмем, здесь у нас будет information, info, ну, то есть, ma, info, да. То есть, это ma, это main article, info. То есть, можно так сокращать, в принципе, вам никто не запрещает. Здесь предлагается сделать h1, плюс div, плюс description, да. Ну, тут стандартный, в принципе, desk, в котором p. Или не будем делать p, просто desk. Я думаю, так будет лучше, потому что там не будет никаких абзацев. И кнопочка a.buttonline. Потому что у нас линейная кнопочка такая. Или других кнопок у нас, наверное, не будет. Перейти в чат. А, наверное, она будет и не линейная, и она будет обычная у нас. Да, то есть, видите, она у нас будет обычная. Да, тогда это просто button, потому что на этом сайте так, да. И, в принципе, наверное, все раскрываем. Здесь пишем шаблонный текст. Здесь пишем... И будем писать всю эту поэтессу. И берем только то, что нам нужно. Description. Так. Сделаем для удобства вот так, чтобы было понятно, что где вообще. Так, и давайте двинем лайк. Здесь подробнее. И здесь закроем ссылочку просто. Это готово. Правый сайдбар. Правый сайдбар, это у нас уже about... Можно сказать, about me. То есть, это обо мне, да. В котором мы видим Богданова. То есть, это у нас FIO. Мы здесь делаем... Это просто можно DIV, да, тоже FIO. FIO, да. Плюс, плюс сразу картиночка. С классом ImageResponsive. Чтобы она была адаптивна. Плюс текстовка. Текстовка. Bio. Можно просто bio сделать, да, допустим. Потом идет у нас линия. Я предпочитаю просто сделать GIFLINE. Почему бы нет. Далее, это у нас график работы. Плюс игра. Не знаю, как он английский график работы. Поэтому... А, ну график работы это work... Часы работ, да. Это рабочие часы. Workout. Workout. Так сделаем, да. AUS. В которых... Такая структура, да, идет. Вперех идет... Ну, как... Ничего здесь сложно, в принципе, нет в структуре. Просто что-то подзадумался. Paying. Пусть будет, да. Плюс... Flex. VH. Ну, можно просто VH. Flex. Внутри которых идет... VH.Left. Плюс VH.Right. Раскроем, да, эту всю историю. И здесь мы еще внутри... VH.Left. Внутри каких-то хрень сделал. Вообще, какой-то хрень сделал. Подождите. Да, то есть это правильно. Здесь, получается, я хотел сделать вот так. То есть это будет вот помедельник. И с девяти до восемнадцати, да, то есть это вот так, я хотел сделать. Тут график работает. Вот так. Соответственно... Да, я не знаю, наверное, так просто сделаем. Не будем обертку делать. Хотя, может, стоилок вот оберточку сделать. Давайте мы прям так и сделаем. Так, выходной. С тринадцати до четырнадцати. С тринадцати до четырнадцати. Окей. А, ну тут обед, да? Тут обед. Прикольно. Мне нравится, как дизайнер отрисовал этот блок. Мне прям очень симпатизирует, честно говоря, как он выглядит. Наверное, было бы логично здесь сделать тоже обед большими буквами. Мне кажется, да. Так, ну, наверное, все. Расчертили. Теперь нужно это все сделать. Так. Так, так, так. Здесь забыли указать имидж. Person Home, наверное, да? Это она и есть. Я, честно говоря, да. Person Home, это она и есть. Здесь фил. Давайте тоже добавим, мы забыли его добавить. Так, сюда. Далее у нас идет биография. Небольшая, скажем так, да? На несколько строчек. Такую сделаем разметочку. И тут мы уже заполнили. В принципе, ничего заполнять не нужно. Так, а я куда-то вставил, подожди, в лай. Ой, я немножко ревать перепутал. Мой косяк. Сейчас мы все исправим быстренько. Вот так. Вот так. И это мы копируем и делаем вот сюда. Все, это готово. Теперь пошло, пошло в дело, собственно. Во-первых, я хотел бы попробовать наш новый класс, новый испеченый, сюда его поставить. И поставить его вот сюда. Посмотрим, как он отработает. Трио. Трио. Так. Значит, трио. Что если я представляю, трио? Это не что иное, как простой, в принципе, флекс. То есть это просто дисплей флекс. На этом, наверное, можно было закончить. И, наверное, стоит сделать это все по процентному соотношению, чтобы, в принципе, были какие-то равные проценты, скажем так. Значит, здесь 330. То есть идет у нас 1880. Короче, я предлагаю сделать это немножко иначе, чтобы не париться сейчас с этой историей. Здесь трио, и на этом сохраним. Посмотрим сейчас, что получилось вообще в целом. Получился полный факс на данном этапе. Категории. Да, ну, в принципе, что и стоило ожидать, скажем так. Значит, здесь сайдбар лефт. Все-таки здесь, насколько я первоначально вижу, слева идет у нас виз примерно... Ну, то есть... Считаю, прям уже по 2-й че немножко потупливаю. Ну, грубо говоря, здесь идет у нас уже виз... Сколько процентов? Наверное, блин, я даже не знаю. Давайте тестировать все-таки. Хотел что-то... Здесь 330 должно получиться, да? Ну, блин, 20 процентов. Ага. Окей, виз 20 процентов. Этого мало. 30 процентов. Мало. 40 процентов. Уже нормально. 304, да? Там было 330, да? То есть, тут уже почти подошли. Вот они, 30, 30, 44 процента нам нужно сделать. То есть, у нас идет сайдбар лефт. Виз 44, да, процента. У нас есть сайдбар... Сайдбар... Райт... Виз 44 процента. И у нас есть центральный бар. То есть, центр... Блин, не хватает мне подсказки классов. Виз 100 процентов. Ой, читать не умею. Почему я хочу указать центральный тоже? Потому что... Ну, окей, давайте просто пропорцию посчитаем. Мне так проще будет. Просто мне нужны отступы, чтобы были тоже проценты. Грубо говоря, если здесь 1100, там 330. 330, 44 процента. 1100, получается, мы умножаем на 44 и делим на 330. 146 процентов, да, это как-то хрена. Ни хрена не складывается у меня. Это пуглое сейчас. Опозорился сейчас, да, с самым... Калькуляцией своей. Ну, остается, получается, у нас... Смотрите, здесь очень важно. Justify content, space between. То есть, между ними, чтобы было расстояние. И что у нас остается на центральный бар? Почему здесь так много, я не понимаю. Что-то здесь не так, что мой калькулятор сломался. Почему-то мне кажется, что это должно быть по 20 процентов, как не по 15. И здесь пока мы уберем. По 20 мало, окей. Давай по 30. То есть, получается, какая-то полная пруга. Давайте перейдем обратно к калькуляции. 1100, это сколько? Извиняюсь за затупняк, ребят, просто нужно это решить. 1920 это 100 процентов. Соответственно, 1100 умножаем на 100 и делим на 1920. 57 процентов, получается. Из-за этого следует, что остается у нас, грубо говоря, да, там 60. То есть, ну, 57, да, допустим. Условно, да, 57. Ну, давайте 56 делаем. Грубо говоря, там 4 процента остается на отступы. 60. И по 20 процентов остается здесь, как я, в принципе, и предполагал. Что у нас получается в итоге? Получается то, что я хотел получить, да? Немножко даже больше, гораздо. То есть, можно подубавить. Можно здесь сделать все-таки 58, а здесь сделать по 18. Вот так. Да, то есть 330. 330 и здесь 1080. Ну, грубо говоря, там, то, что нужно. Ну, если мы сделаем 59, то там будет 1100. Да, вот 1100, 1099 не суть. Все, вот оно работает. С этим разобрались. Фон вроде бы работает, но сейчас посмотрим еще более подробно. Сайтбар left у нас есть, в котором есть категории. Здесь, в котором есть категория S. Тут есть хеддинг. Хеддинг и есть UL. В котором там лишка, да? UL делаем вот так, причем. И в котором идет Ашка. Здесь, ну, здесь, в принципе, стандартные всякие записи. Не особо интересный. Style. Но. Здесь, так. Белый опять, да? Transition. All. Извиняюсь. Transition. Так. Display block. Между отступ по 15. То есть это файдинг 15. И по краям у нас идет, ну, по тридцатке, грубо говоря, да? Тридцатка. По краям. Ну, это как минимум, да? Так. Далее, 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 далее. Text transform. Upper case. Upper case. По размерчику у нас идет font size 14. Font face semi-light. Это что значит? Это интересное какое-то свойство. Понятия не имею, как вот здесь отобразить. Наверное, 300, да? А может и 400. Посмотрится сейчас, но не будем пока смотреть. Так, здесь хейдинг у нас идет. Да, там еще забыли. Сейчас сделаем. Font size 16. И font face semi-bolt. Это 500. Или, подожди, 500 semi-bolt. Регуляр. 500 это medium, да? 600. Это 600, извиняюсь. 600. Так, окей. Font size 16. Color белый. И отступ. Margin bottom 30. Margin bottom 30. Так, здесь у нас по 30-ки везде идет, в принципе. Ничего такого необычного, да? По 30-ки. Наверное, все. Единственное, здесь я бы сделал еще border. Border radius. И у нас есть R переменная. Так, и при наведении. При наведении забыл. Transition прописал. При наведении. У нас изначально идет отступ. Вот он. Парень по 15, да. Интересное здесь решение, конечно, сделано, да? То есть, наверное, все-таки псевдоэлемент нужно будет делать. Ну, то есть, здесь background color ff и color accent. Да, здесь, в принципе, никаких проблем нет. Но уже псевдоэлемент, это уже более такая проблема, да? Допустим, before, точнее, after, да, будет откладен. Так, after. Так, max. Разворачиваем. Очень удобная тема. Вис не 100%, а... Даже не знаю, сколько процентов. То есть, наверное, 100% минус 60, да? То есть, это скальк. 100% минус 60 в пикселе. Вот так. Высота у нас получается сколько у нас здесь? Минимальная, да? То есть, это меньше 1 пикселя. А, нет, ну, это как раз 1 пиксель будет. 1 пиксель. По background, что это у нас здесь? 2,5,3,6. Это... Ну, какой-то другой, да? Абсолют. Ну, и left, this is 30 пикселей. 30 пикселей. Background color. Вот такой вот. Так, ну что у нас получилось? Так. Ага, интересно у нас получилось. Вопрос, почему так, да? Потому что у нас, да, у нас категория с WG Header, да, но он, то есть, если мы взявим background, если background repeat, поставить repeat. Нормально тема будет, да? То есть, сайт, допустим, поставим cover. То есть, будет растягиваться, а здесь как? Ну, здесь немножко не растягивается, да? Ну, смотрите, для этого случая мы подготовили отдельно, у нас есть WG Sidebar, который мы, собственно, и будем использовать. WG Sidebar. Поэтому ничего в этом страшного здесь нет. Что-то бархат так понятно. И здесь в background image у нас идет URL. Так, image. G-slot.svg. Вот так. Здесь бархат мы перенесем до категории. Здесь делаем то же самое. Чтобы класс перекрывал. Так, что у нас получается. BG Header, так, дожди-ка. Блин, я опять немножко туда указал. Ага. Вот это я интересный трюк, конечно, сделал, да? Теперь я вспомню, почему я, почему я, так, только здесь опять какие-то лишние. Кто бордер еще идет. И теперь я понял, почему я делал PNG-шки. Потому что, когда делаешь SVG, оно берет какую-то прозрачность непонятную. Ничего не показывается. Так уже получше, скажем так. Ну и background size, собственно, cover. То есть, пусть растягивается, но я уже полностью замещал эту историю. Так, здесь ошибочка. Padding 30, но по бокам 0. Вот такой вариант. И здесь у хейдинга получается паддинг 0, да, и там по 30 пикселей. Вот. Так, вылобные дела. Здесь слишком большой отступ получился по какой-то причине. Ну, в принципе, понятно, по какой причине он получился. Здесь... Хотя здесь margin-bottom, да, 30. Здесь он тоже 30, но с учетом уже этого. То есть, у нас получается не 30, а здесь 15. То есть, получается 15. Margin-bottom 15. Вот. Так, здесь у нас что дальше? И внизу тоже, да? Здесь 30. Да, внизу тоже получается. Парень категории, да, это 15 внизу. Очень важно, чтобы это смотрелось как по макету. Все, да? Категория. Уголовные дела. Там, 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 там. Да, все как по макету, в принципе. Клюс-минус, да? Border radius у нас куда-то пропал. Я его опять куда-то прописал. Куда я это все прописываю? Я не понимаю. Border radius. Куда я это прописываю? Или я его так и не прописал? Куда-то все прописываю, но никуда не прописывается. Странно очень. Border radius. R. Наверное, я хотел, но так и не прописал. Да, вот так уже получше. И не хватает этих вот как раз-таки псевдоэлементов. Вот этих полосочек. Хотя все прописано. Почему не хватает? Потому что здесь не position, да? Relative. Теперь все хватает, да? Все хватает. Соответственно, при наведении у нас автор. У нас опасности 0. Скажем так, да? Чтобы это все плавно происходило. Чтобы это не было как-то, не знаю. Ну, очень быстро. Или даже не опасности. А почему бы нам его просто не красить? Допустим, Background color. FFF, да? Ну, чтобы это было плавно. Вот. Ну, все, да? То есть, все работает, в принципе. А, ну, и последнее нужно убрать. То есть, V. Так. О, вот так получается. Last child. A. After. Display null, да? То есть, это у нас. Вот так. Все, да? Последнее убрали. Вот так получилось у нас. В принципе, по макетам я бы поставил, наверное, все-таки здесь 400, чтобы это было как-то получше. Да, 400 – это вот то, что нужно. Все у нас по 53 минут уже, ребят, я думаю, будем закругляться, потому что уже пора мне спать, как бы, да? И, в принципе, серия уже, я думаю, сделали не так много, опять же, да? Мы делали много маленьких моментов, которые нужно было сделать. И все, да, сделал так, в принципе, да? Да, мне нравится. В принципе, прикольно получается. Здесь я стал, здесь, в принципе, это не так много, но уже пора спать. Поэтому, ребят, на этом закончим серию. Я думаю, вы не расстроитесь особо, потому что и серия так, значит, получилась интересная. Итак, будем обращаться всем по себе за просмотр, ребят. Уже заплетались немного, да? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, тысяча подписчиков. Проводим прямой эфир на различные темы, там, тестируем ваши верстки, смотрим, я их комментирую как-то своим опытом, да? Либо там я верстаю что-то, да, либо еще как-то там. Да, также пишите свои идеи для новых видео, тоже в комментариях. Подписывайтесь на наши социальные сети, на мой инстаграм, на личный, да, на мой второй канал. Поэтому, спасибо за просмотр, ребят, всем пока!